Посмотрите, какой лёгкий, вкусный и нежный ужин у нас будет. Я взяла кабачок 500 грамм и 250 грамм куринового фарша. У меня от котлет осталось немного фарша, в который я добавляла лук и немного чеснока. И вот хочу сделать вот такую вкуснятину. Кабачок нарезаю как можно тоньше. Если есть такая тёрочка, то можно натереть на тёрке. Но я нарежу вот такими вот тоненькими слайсиками. Теперь хорошо нужно присолить. Ложу по 2 слайсика и присыпаю сверху солью. Постоять минут 15-20, чтобы дало сок. Взяла 2 яйца и разбиваю их отдельно в тарелочку. Яйца надо немного присолить. И добавлю чёрный душистый перчик. И хорошо нужно всё взбить. Перемешать, а не взбить. Просто хорошо вот так перемешиваем яйца. Кабачки постояли и стали вот такие вот мягкие, послушные. Я их промыла в холодной воде. И теперь нужно убрать с них лишнюю влагу. Я взяла бумажные полотенца и пропитаю лишнюю влагу. Вот так хорошо, чтобы они были практически сухие. И всё, наши кабачки уже готовы. Теперь беру одну полосочку кабачка и укладываю сюда фарш. Тоненьким слоем. Размазываю по всему кабачку. Теперь складываю вот таким вот конвертиком. Следующую полосочку беру кабачка. Опять наношу сюда фарш. Желательно брать куриный фарш, потому что он готовится быстрее. И так готовим все наши полосочки от кабачка. Обмакиваю их теперь в яйце с двух сторон аккуратно. И отправляем на сковородку. Они очень хорошо держат форму и не разваливаются. Будем обжаривать с двух сторон при закрытой крышке. Огонь у меня средний. Как только с одной стороны обжарились, переворачиваем их на другую сторону. Опять закрываю крышечкой. И прожариваем вторую сторону. Все, первая партия у нас готова. И так потихоньку будем обжаривать все наши заготовочки от кабачка. У меня остались яйца и остались кабачки, которые неудачно были нарезаны. Я их отправляю в яйца, перемешиваю все хорошо. И выкладываю на сковородку. Опять тоже накрываю крышкой и протушиваю минутки-две. Получается очень вкусная яичница с кабачками. Одна сторона у нас теперь зарумянилась хорошо. Переворачиваю аккуратно на другую сторону. Также накрываю крышкой и готовлю до готовности. Вкуснейший и нежнейший ужин у нас уже готов. Столько у меня получилось вот таких конвертиков с мясом. И подаем на стол. Посмотрите, как нежно нарезается наш кабачок. Вот так он выглядит в разрезе. Очень вкусно! Приготовьте по моему рецепту. Всем приятного аппетита!